Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Завеса из дыма накрыла сегодня утром центр Сочи. К магазину неизвестный подбросил дымовые шашки. В Сочи ограничат доступ туристов в нацпарк и призывают внимательнее отнестись к памятникам. Об этом шла речь на планерке главы курорта. Посетил 101 страну и собрал коллекцию банкнот. В Сочи приехал известный путешественник Олег Потапов. Городскую спартакиаду посвятили памяти дяди Васи. Статуэтка известного тренера стала переходящим кубком. Завеса из дыма накрыла сегодня утром центр Сочи. Едкий смог возник из-за дымовых шашек, которые неизвестный бросил у входа в один из магазинов второго блока торговой галереи. Дым на Новогинской образовался в районе половины десятого утра. Магазины на торговой галерее только готовились к открытию. Задымление возникло в одночасье. Случайным прохожим пришлось ретироваться, так как дышать было достаточно сложно. Продавцы вызвали пожарных, но возгорания спасатели не обнаружили. Нашлись лишь дымовые шашки, которые стали причиной ЧП. Злоумышленник приехал на галерею на мопеде, говорят очевидцы. Я проходила мимо этого парня, он мотоцикл оставил с той стороны, был в шлеме, во всем черном. Все говорят, что это он был. Маленький скутер, вообще на таких развозят доставка. Мне кажется, что это была именно доставка, потому что сзади был у него черный, куда складывать суши или пиццу. Хорошо, что все хорошо закончилось. Пыталась зайти на галерею, здесь ничего не было видно. Здесь было все черное, все в дыму. Черный стоял просто завеса. Паники не было, просто все развернулись и пошли ожидать пожарных. Я пришла на работу, прошла, ничего не было. Минут через десять поднимаюсь наверх, женщина говорит, не отпускайтесь вниз. Там горит что-то такое. И туман вообще, вышел туман. Говорят, дымовые шашки, я точно не знаю. Источник дыма обнаружили во втором блоке торговой галереи у входа в детский магазин. Электрик Владлен Маркин, не задумываясь, схватил шашки и вынес их на открытую площадку. Шашку трудно не видеть, если она горит, понимаете, да? Мы все, вот увидели шашки, взял перчаточки и вынес сюда. Я пожарником много лет работал, я сильно не боюсь этого. В магазине никто не испугался, потому что это не в магазине. Просто когда сработала сигнализация, начали люди мне звонить, что там такое, ну как бы объяснили, учения идут и все нормально. Успокоили людей? Успокоили, да. По информации УВД Сочи, правоохранители ведут поиск злоумышленника. От официального комментария полиция отказалась. Один из грабителей, завладевших 30 миллионами рублей в Сочи, задержан. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полиции в Сочи задержан один из участников банды, ограбивший 24 августа мужчину на улице Пасечной. При нем обнаружены и изъяты 7 миллионов рублей, уточняет агентство. Но остальные трое грабителей, а также наводчик банды объявлены в федеральный розыск. В Сочи пожароопасный период. Он сохранится до поздней осени. Эта тема стала ключевой на планерном совещании главы города. Почему решено ограничить доступ туристов в нацпарк и внимательнее отнестись к памятникам, расскажет Елена Авсецина. В Сочи температура воздуха днем поднимается выше 30 градусов. А значит опасность возгорания сохраняется в том числе и в лесных массивах. Накануне в Лазаревском районе произошло два лесных пожара. В настоящее время нельзя разжигать костры, нельзя бросать окурки где-то там в лесу, потому что у нас хоть и смешанные леса, но возгораются довольно-таки быстро. И долго приходится добираться порой. А бывают места недоступные, где очень сложно пробраться, там техника не проходит. И только спасатели пешком, но подвоз воды фактически туда ограничен. На планерном совещании глава города Анатолий Пахомов распорядился создать дополнительно добровольные пожарные дружины. Их на сегодня 36. А на территории нацпарка необходимо ограничить доступ туристических групп, в сельских поселениях круглосуточно ввести мониторинг. Смотрели за территорией, потому что если это быстро все увидеть, можно быстро ликвидировать. Естественно, что вам необходимо проверить тот инструмент, который должен быть для принятия первых примитивных мер пожаротушения. Глава города обращается к сочинцам не оставаться равнодушными к тем, кто бросает окурки на сухую траву. Вновь критике подверглось поведению любителей животных, которые нарушают правила выгула собак. Одной из проблем, с которой мы столкнулись на территории центрального района, это выгуливание домашних животных в районе Зеленой зоны на завокзальном мемориальном комплексе. В настоящее время администрации центрального района подобрана альтернативная площадка, которая находится в непосредственной близости. Это территория в районе дублера курортного проспекта. То есть достаточно спуститься вниз 300-400 метров, где можно без проблем выгулить своего питомца, где нет такого массового пребывания людей, а также нет каких-либо объектов. Много жалоб поступает главе курорта от местных жителей, которые встревожены отношением людей к памяти. Ведь мемориал – это захоронение солдат времен Великой Отечественной войны, а памятники на площадях города – тоже история, которая требует бережного отношения. И не стоит их использовать как детские площадки и вытаптывать зеленые газоны. Памятники являются объектами культурного наследия. К ним и вообще к памяти нужно, конечно же, относиться уважительно. Все вроде бы это понимают. На самом деле, вот эта работа наших дедов и отцов, памятник Ленину, был установлен в 1957 году. И в советские времена на площади перед памятником проходили различные комсомольские и пионерские мероприятия. А отдыхающие из Астаны даже завидуют сочинцам. Ведь в нашем городе все памятники остались нетронутыми. К сожалению, наш памятник давно вывезли в какое-то неизвестное место. Памятник у нас был великолепный, большой в Астане. Сейчас нет памятника. Историю переписать нельзя. Она какой была, она останется навсегда такой. А история с сегодняшнего дня – это награждение руководителя пресс-центра администрации города Татьяны Пшенисновой. Именно и благодарственное письмо получено от руководства Международного информационного агентства «Россия сегодня». Городской пресс-центр признан одним из лучших при подготовке информационного контента для телесюжетов, интернета, печатных материалов, федеральных и международных СМИ. Он вошел в тройку лидеров среди 11 городов-организаторов Чемпионата мира по футболу. А Сочи тем временем начал подготовку к новой волне и Формуле-1. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». На Кубани переоснасят школы в сельской местности. Из бюджета региона на эти цели планируют выделить 500 миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор на Краевом педсовете в преддверии учебного года. Перед совещанием глава региона осмотрел новую школу, которая откроет двери для учеников 1 сентября. Как в новом учебном учреждении будут воспитывать юных профессионалов и как планируют развивать сферу образования на Кубани, расскажут наши краснодарские коллеги. Мультиварка, блендер, тостер, кастрюли, электрические плиты. У нас есть вытяжки, у нас есть даже электронные весы. Отличить этот школьный класс от современной кухни почти невозможно. Кабинет кулинарии, где девочек с 5 по 7 классу учат азам приготовления блюд, оснащен по последнему слову бытовой техники. На практике здесь показывают, как делать блины или в каких пропорциях смешивать ингредиенты для настоящего кубанского борща. Светлана Бонард сама не нарадуется такому оборудованию. На прежнем месте работы, до того как перешла в 66-ю школу Краснодара, условия позволяли разве что по рисункам рассказывать, как надо готовить. После того, как мы приготовим блюдо, девочки накрывают сами красиво стол, садятся за стол, все это дегустируют и иногда даже приглашаем гостя мальчиков. В 66-й Краснодарской школе готовятся ко дню знаний. Волнуются все, ведь это первое в регионе настолько большое здание, которое за последние 10 лет построили, что называется, с нуля. Образовательное учреждение рассчитано на полторы тысячи мест, а классы и лаборатории больше напоминают кабинеты ученых. Оборудование удивляет даже губернатора. Настолько все по последнему слову техники. Под стать и сами учителя. Опытные, но прогрессивные преподаватели даже переезжают в Краснодар из других регионов. Последние 10 лет работала в Министерстве иностранных дел, в школьном учреждении и посчастливилась попасть в эту школу, чему, собственно, безмерно рад. И вот хочу еще похвастаться, вот в некотором оборудовании, если можно, вот слева, да, настоящий, например, вот эта вещь, называется спектрограф. Где дети смогут понять, что такое спектральный анализ, изучить это в оболочи, ну, электронные микроскопы, естественно. Мы создаем формулу. Это школа. А вот содержание создают увлеченные и профессиональные учителя. Я хочу позавидовать тем ребятам, которые будут учиться у вас в этом классе, потому что у них будет такой учитель. Вы живете в своей профессии, вы гордитесь тем, что у вас сегодня есть и какая у вас есть возможность для того, чтобы научить ваших учеников лучшему. 62 кабинета, которые оборудованы компьютерами, лингофонами, мультимедийными проекторами, швейными машинками и даже роботами. В таких условиях остается только учиться. Философия современной школы – это помощь ребенку в самоопределении. Ученику дают возможность на практике попробовать различные направления, чтобы он смог понять, кем хочет стать в дальнейшем. Вениамин Кондратьев даже немного позавидовал нынешним школьникам. Когда спрашивают, что бы ты хотел поменять в твоем жизненном пути? И все говорят, нет ничего, я считаю, что все очень удалось. Сейчас можно смело говорить, что школьные годы можно поменять. Такую школу точно. Мне настолько все интересно, настолько все помогает, особенно развить в себе различные грани, которые даже мальчишки или девчонки, которые придут в школу и даже не подозревают, что у них есть такие таланты. Потому что в каждом кабинете какое-то открытие, в каждом. И каждый из них сможет себя по-новому открыть. Подобные школы – это ориентир для всей системы образования в регионе. Только в Краснодаре в этом году двери откроют две новые школы. Но останавливаться на этом на Кубани не собираются, поделился дальнейшими планами Вениамин Кондратьев на заседании Краевого педагогического совета. Мы реально понимаем, что преподавать или обучать в школах, где туалеты есть еще на улице, там, где спортзалы отсутствуют. Так скажи, никто не поверит, что сегодня это есть в школах. Но преподавать нужно. И будущее, друзья, тоже растить нужно. Сегодня около 6 миллиардов рублей в совокупности мы запланировали на строительство школ в Крае. 6 миллиардов, около 10 школ в этом году мы еще построим. Это беспрецедентные и цифры в плане финансового выражения. Конечно, объем строительства школ. Потому что я не раз говорил, что на самом деле на будущем мы экономить не будем. Тем более, что число учеников растет. Только за последние полгода в Краснодарский край переехали около 60 тысяч человек. Увеличивается нагрузка и на педагогов. Ведь на Кубани развивают и систему внеурочных занятий. Поэтому статьи бюджетных расходов на образование одни из самых крупных. Так будет и в дальнейшем, заверил губернатор. И ваши социально-бытовые условия, они меня тоже волнуют. Я это реально понимаю. Это тоже сегодня основная задача, на которой мы должны работать. Образовательный процесс, совокупность и учеников, и учителей. И там, и там должно быть комфортно. Каждый четвертый рубль бюджета направляется на образование. Около 80 миллиардов рублей. В совокупности нам сегодня обходится образование в Краснодарском крае. Если сравнить с пятилетней давностью суммой, это 12-й год, она была более чем на 20 миллиардов меньше, финансирование этой программы. Поэтому вот наша общая задача, вот эти цифры приумножать. Проводя совещание в современной новой школе, не стоит забывать о старых, обратил внимание глава региона. Особенно о тех образовательных учреждениях, которые работают на селе. Материальная база там оставляет желать лучшего. Поэтому Вениамин Кондратьев сделал своему заместителю по экономическим вопросам предложение, от которого тот не смог отказаться. Да и в принципе на социалке Игорь Галась уже привык не экономить. Для нас-то все детки одинаковые. Что они в краевой школе будут учиться, или там в станичной, или в хуторской даже. Игорь Галась, вы грустно сидите уже. Я, знаете, о чем подумал? Давайте все-таки программа переоснащения школ. Потому что, еще раз подчеркиваю, прибавим в те инвестиции, в которые завтра обернутся огромный прибав. Безусловно, мы вас только поддерживаем. Сколько, вот давайте примерно посмотрим. Нужно, ну не меньше 500 миллионов, как минимум, на то, чтобы хотя бы начать. Вот давайте 500 миллионов предусмотрите, а дальше в этом, в следующем году, заказ в следующем году на переоснащение в целом школ в нашем крае. Согласно майским указам президента, система образования в России к 2024 году должна совершить серьезный скачок и войти в десятку ведущих в мире. В Краснодарском крае первый шаг уже сделан. В регионе началось масштабное строительство школ, обновляется техническое оснащение и разрабатывается система поощрений для молодых учителей. Александр Иванченко, Инна Чайко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Сочинцы предлагают сдать географический диктант. Международная просветительская акция состоится 11 ноября по всей России и за рубежом. Жители Сочи могут не только проверить свои знания в географии, но и помочь в организации площадки для проведения диктанта. Свои предложения можно оставить на официальном сайте акции до 29 октября. На сегодняшний день зарегистрировано 182 площадки географического диктанта. Из них 4 в Краснодарском крае – в Белореченске, Новороссийске и 2 в Краевом центре. Впервые в этом году вариант диктанта состоит из двух частей, каждый из которых включает 15 вопросов и различается по степени сложности. Задания этого года будут отличаться от заданий предыдущих лет. Вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование будет похоже на викторину, а не на экзаменационный тест. В Сочи посетила официальная делегация буддийского монастыря Таши Лхунпа. Визит состоялся в рамках программы «Буддийской культуры. Спасибо, Россия!» 2018. Восемь монахов легендарного монастыря Панчин Ламы Тибета прибыли в Россию по приглашению почетного представителя Далай-ламы в России, Монголии и СНГ, а также Центра тибетской культуры и информации. Монастырь Таши Лхунпа известен благодаря своей традиции исполнения костюмированных сакральных танцев мистерий ЦАМ. Их гости и продемонстрировали в этнопарке «Моя Россия» в горах Сочи. Вход для зрителей был бесплатным. Сегодня заключительный день визита делегации в наш город. Монахи посетили сочинский центр Аюрведы. Посетил 101 страну и собрал коллекцию банкнот. В Сочи приехал известный путешественник Олег Потапов. Он снимает блог о курорте и проведет здесь выставку. С человеком, объехавшим весь мир, встретилась моя коллега Татьяна Говоркова. Друзья, коллеги, подписчики, всем привет из Сочи. Мы продолжаем наше путешествие по Крыму, Краснодарскому краю. Далее мы поедем в Абхазию. Сейчас мы в парке Ривьера. Это знаковое место в Сочи Олег Потапов последний раз видел 8 лет назад. За плечами молодого путешественника 1000 километров. И 101 страна. Страсть к поездкам, жажда приключений, новых знаний передалась Олегу по наследству. Его дедушка был военным советником и постоянно рассказывал внуку интересные истории. Воплотить скатку в жизнь оказалось просто. Главное, говорит Олег, желание, а не количество денег. Я начал сначала в подростковом области путешествовать автостопом сам. А после, когда уже начал работать, зарабатывать, то я поехал по миру. И до сих пор это делаю уже в районе 8 лет. Я живу довольно бюджетно. Я вам даже расскажу, как мы сейчас с моим другом, коллегой, приехали в Сочи. Мы, используя сервис «Блаблакар», взяли с собой попутчиков. Полностью отбили деньги на бензин. Даже немножко на этом заработали. Жилье, кстати, Олег и его друг Евгений тоже нашли через популярный сервис. Таким образом, несколько дней они будут жить в Сочи бесплатно. Страты только на еду и развлечения. Своими впечатлениями о путешествиях, забавных и порой экстремальных моментах, Олег готов делиться часами. В его родном городе Надым уже появилась передача «Путешествия по миру с Олегом Потаповым». Из каждой страны Олег везет с собой сувенир – деньги. В его коллекции более 600 купюр разными номиналами, как действующих, так и вышедших из обращения. Рубли Российской империи, Франции, Песа, динары, марки, триллионы, банкноты, Зимбабве и много-много других купюр. Это деньги одной из самых опасных стран мира – Сомали, которые просто нечетворные суммы. Получается, одна банкнота – это пол нашей копейки. То есть вот тут может один-два рубля. Я привез килограмм из путешествия. Поддержать пачку купюр, разглядеть самые интересные экземпляры и узнать полезную и интересную информацию о путешествиях смогут и сочинцы. В четверг в 18 часов в арт-кафе на улице Войково состоится выставка и мастер-класс от Олега Потапова. А сейчас он уехал в Абхазию, так что можно сказать, что на счету Олега уже 102 страны. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи завершается монтаж сцены «Новые волны». Финал международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки состоится с 3 по 9 сентября в Олимпийском парке. Сейчас там подходят к концу работы по возведению концертного зала. Большой галоконцерт-открытие пройдет 4 сентября. Выступят Филипп Киркоров, Дима Билан, Валерия Ани Лорак и другие исполнители. Затем гостей ждут творческие вечера и конкурсные дни. Помимо этого, открытые концерты будут проходить с 4 по 8 сентября на площадке напротив главного медиа-центра. В этом году за победу будут бороться 16 исполнителей из 11 стран. И к другим новостям. Успеть прикоснуться к святыне. Завтра последний день, когда в Краснодаре можно поклониться мощам Спиридона Тремифунского. Этот святой – один из самых почитаемых подвижников христианского мира. Люди молятся ему о крепком здоровье, достатке и хорошей работе. Увидеть десницу чудотворца можно в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. На это время храм круглосуточно открыт для верующих. Это святыня. Я считаю, что у каждого христианина это должно быть. К каждому святому нужно прийти, приложиться, поклониться. Это одно из важнейших аспектов христианства. За 4 дня мощам Спиридона Тремифунского, которые доставили из Греции, поклонились около 50 тысяч человек. Прикоснулся к святыне и губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев специально нашел время в плотном графике, чтобы приехать в Свято-Екатерининский кафедральный собор. Духовная сила нуждается в подпитке. И те великие православные святыни, как Спиридон Тремифунский, которые сегодня с нами, он позволяет нам эту силу духовную и сохранять, и приумножать. В этом году Краснодар первый в России и единственный на юге страны город, куда доставили мощи. Затем святыня отправится в Екатеринбург. Всего ковчег с десницей Спиридона Тремифунского провезут по 10 российским городам. Ну а в Сочи в среду праздничную литургию отслужат митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидор. 29 августа – престольный праздник храма нерукотворного образа Христа Спасителя. Он выстроен возле Олимпийского парка. Начало службы в 8.30 утра. И продолжаем выпуск. В Адлере прошел седьмой открытый региональный фестиваль-конкурс современных направлений «Молодежный Катран». На площадке для воркаута в сквере Бестужева конкурсанты соревновались в трех номинациях – рэп, брейк-данс и хип-хоп. Судили турнир члены жюри Истомской и Краснодара. Финал состоялся в Адлерском парке. Своё шоу показали сочинские коллективы современного танца. Вокалом порадовали и солисты городских студий. Единственный в Адлерском районе ансамбль гитаристов «Струнный биг-бенд» представил инструментальный жанр. За два дня в конкурсе приняли участие более 140 человек. Об этом фестивале я слышала очень давно, но принять участие в нём мы решили только в этом году. Я участвую в номинации «Хип-хоп-танец». В фестивале получилось так, что участвовал случайно. Буквально вчера проходил мимо, услышал хип-хопскую музыку и думаю, нужно втянуться. Получилась прикольная атмосферная организация, крутая музыка, тоже кайфанул очень сильно. И надеюсь, что получится так в следующем году приехать и потусить ещё с ребятами, познакомиться. Гран-при удостоилась Инесса Ковалёва, солистка сочинской вокальной студии «Смайл». И танцевальный коллектив «Элегия». Все участники получили дипломы лауреатов, свои номинации и призы от партнёров фестиваля. Сегодня в Сочи школьники выясняли, какой из четырёх районов самый спортивный. В городе прошла спартакиада команд, сформированных по месту жительства. Этот турнир проходит уже много лет подряд, но именно в этом году он стал особенным. Почему, расскажем в нашем следующем сюжете. В «Смайл». В спартакиаде команд, сформированных по месту жительства, участвуют самые быстрые, сильные и ловкие школьники. Самые активные участники отборочных турниров, которые всё лето проходили на придомовых и пришкольных площадках. Занимались спортом, играли в футбол, баскетбол, волейбол. Всем чем-либо занимались, главное, чтобы не терять свои усилия в спорте. Сегодня команды выясняли, какой из четырёх районов самый спортивный. Они гоняли мяч на футбольном поле, играли в дарт, спрыгали в длину, бежали эстафету, перетягивали канат, участвовали в весёлых стартах. В этом году школьники боролись не только за медали, но и за вот этот кубок. Это футбольный тренер Василий Королёв. В Сочи он больше известен как дядя Вася. Он ушёл из жизни в 76 в прошлом году. Его памяти и решили посвятить турнир. Василий Королёв был не только хорошим тренером, но и большим энтузиастом. Занимался со школьниками на спортплощадке на улице Донской. Это действительно был и отец, и помощник. Всем деткам, которые жили в округе, особенно на улице Донской, много очень из неблагополучных семей, из семей, где одна мама воспитывает. И он всем был как отец родной. Всё знал. Каждому, кто там требовал такого внимания особого, он приходил домой, интересовался. Он был очень строг, но дети любили его, считали другом, многие – отцом и дедом. С любовью и уважением называя дядя Вася. Когда проезжаем мимо площадки на Донской, 58, всегда смотрю, там и дети, и уже старшее поколение людей, они играют в спортивные игры. Они, как бы он их приучил к этому. Когда его голос звучал, они сразу выбегали все, вокруг него толпились. Благодаря этому человеку выросло большое количество детей, которые любят спорт. И дай Бог, чтобы наши дети любили нас так, как они любили дядю Васю. Любовь к дяде Васе они доказывают на спортплощадке, активно занимаясь физкультурой. Главный приз спартакиады – кубок – решили сделать переходящим. А уже в воскресенье еще один турнир памяти Василия Королева проведут на той самой площадке на Донской, которую сочинцы до сих пор так и называют – площадка дяди Васи. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и все новости уже на нашем сайте – fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17. Продолжение следует.